Разрушительное поведение человека, в ходе которого уничтожаются или оскверняются предметы искусства, культуры и новое имущество общественного значения или частного имущества, это вандализм. Потеря близкого человека – это боли трагедии. К сожалению, впоследствии можно столкнуться с вандализмом. Так жители Кингисеппа, приехав на Криковское кладбище, на могилу своих родственников, обнаружили, что памятник, изготовленный из нержавеющей стали, вырван. Как правило, это отработанная схема, когда украденное пытаются сбыть в пункты приема черных металлов. Мы пообщались с сотрудником такого пункта, и вот что нам рассказали. В подбище из нержавейки идет окантовочка у могилки и само надгробие, вот памятник из нержавейки. И вот на Криковского опять стали вырывать. То есть вот мы сейчас съездили, снимали. Оградка спиленная, памятника не оборуют. Вообще бывает такое, что к вам обращаются? Бывает такое, что его приносят, но они делают снимки, что у них было, и что они меняют свое. И по состоянию видно, что это уже не оградка, это уже лом. То есть, по сути, собственник без документов может показать, что он срезал со своей оградки. Ну, какие-то фотографии, хоть какое-то доказательство должно быть. Скажу вам, что приезжают довольно-таки бывает часто. Часто. Да. Человеку объясняют, что брать не будешь. Они объясняют о том, что это либо я менял, но ничего доказать тебе не могут, либо типа кто-то менял, там бросил, на помойке я взял и привез. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok